Ты увольняешься? Но почему ты так решила? Я удивлен, Фелис. Если тебя не устраивает твоя должность, мы решим эту проблему. Мы не хотим тебя терять. Нет, господин Ахмед, у меня нет никаких претензий. Я наоборот вам благодарна. Вы предоставили мне столько замечательных возможностей. Благодаря вам я словно окончила 10 факультетов, но, как я и сказала, моя семья там, и я теперь хочу жить вместе с ними. Фелис, я знаю, что ты живешь в очень трудных условиях. Ты адвокат с блестящим будущим. Благодарю. Не увольняйся. Если ты собираешься там жить с семьей, то давай поступим так. У нас там много клиентов, но ты знаешь об этом. Мы откроем еще один филиал в Бурсе, и ты будешь там спокойно работать. Вы серьезно? Серьезно. У нас огромные затраты. Мы отправляем туда адвокатов и тратимся на дорогу, на гостиницу, на командировочные. Тебе лучше всех знать это. Откроем там офис, и дело с концом. Что скажешь? Для нас это даже будет еще выгоднее. Что я могу сказать, господин Ахмед? Я потеряла дары речи от радости. Если так, значит договорились. Конечно. Сидите, я открою. Это наша любимая соседка. Фелис? Я приехала. Здравствуй, с приездом. Привет. Проходи. Здравствуй, дочка. Здравствуйте. Приехала на свадьбу? Нет, дядя бы хотел. Я навсегда приехала. Я теперь местная. Наша юридическая контора открыла в Бурсе филиал. Ассия, язык проглотила. Что не так? Фелис, я рад, что ты приняла такое решение. Действительно, так и надо. Нельзя жить так далеко и совсем одной. Правда, Ассия? Да. Конечно, так и надо было. Фелис, расскажи, как, когда ты уезжала у тебя, были подобные планы? Или когда ты приехала туда, ты неожиданно соскучилась по нам и вернулась? Потому что в Бурсе есть юридическая контора. Погоди, дочка, погоди, не морочи ей голову. Ты завтракала, дочка? Ну вот, видишь? Беги, принеси тарелку. Сейчас. Сейчас принесу. Сейчас. Она открыто мне призналась, Алиха. Сказала, что влюбилась в Ильяса. Призналась в этом, глядя мне прямо в глаза. А потом она в одно мгновение поехала в Стамбул и перевелась по работе сюда. Теперь она, как выжидающая добычу пантера, набросится на Ильяса. Теперь нам все мало не покажется. Это точно. Асия, глупая Асия, как ты меня утомляешь. Разведи с Джимшитом и вернись к Ильясу. Если ты так злишься, злишься, что кто-то увлекся Ильясом, то тебе нужно действовать. Он сто раз просил тебе вернуться. Пока вы были на похоронах, он как сумасшедший рассказывал мне. Асия бросила меня. Они теперь стали одной семьей. Убивался. Чем дольше ты замужем за Джимшитом, тем больше отдаляешь от тебя Ильяса. Но он сам еще не развелся. Пусть не разводится, Асия. Если разведется, что будет? Что изменится? Вы будете жить вне брака. Хватит уже. Сказать тебе кое-что. Ты боишься быть Ильясом. Ты не доверяешь ему. Ты постоянно боишься, что его кто-то уведет у тебя. Хватит. Я уже не знаю, как ему сказать, что ты любишь его. Да, он совершил ошибки. Но ты тоже совершала их. Вы теперь взрослые люди. Смотри. Адвокат. Зайди к одному из них и разведись. Ступай к адвокату. Посмотрим, сможешь ли ты. Давай. Я подожду здесь. Если ты так боишься, что молоденькая девушка захмутает Ильяса, зайди к одному из них и разведись. Приди к Ильясу. Верни своего любимого. Борись за свою любовь. Это так трудно? Не можешь? Сказать тебе, почему ты не можешь? Потому что ты влюблена в Джимшито. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok